Он путешествует в Украине, в России, он ведет телевизионные передачи «Израиль» и... Не-не, я правда говорю. И буквально вот каждую неделю у него много поездок везде. Сегодня он приехал к нам, и я прошу вас поприветствовать. Догнал «Израиль». Спасибо. Привет, друзья. С Новым годом вас. И когда это... Будете запоминать, кто у вас первый понравился? Новым годом вас покупающим. Снешнего, это когда нас понравили. Но Христос воскрес, это точно. Слава Господу. А запись есть? Да, вы записываете? Да. Да, потому что Бог говорит, что Он будет использовать тебя могущественным образом. И ты будешь хорошей мамой. Если ты захочешь, у тебя будет минимум два ребенка. И Бог прикасается к твоему папе. И еще прикоснется. Слава Господу. И слава Боже на твоей жизни. И что-то есть в тебе, что было в эсфере. Что-то есть подобное, что было в эсфере, есть в тебе. И Бог будет поднимать тебя. Но Бог будет тебе показывать, с кем ты можешь иметь отношение, какие отношения нужно будет. Или они сами будут отпадать, а некоторые Бог будет сам возреждать. Слава Господу. И ты будешь думать, насколько, ну почему все это будет ради славы Божьей в твоей жизни. То, что Бог тебе говорит, Он будет давать тебе финансы. Учий английский язык. У тебя будут поездки в Европу. И рука Божья на твоей жизни. И ты будешь приносить силу Божьей. Ты будешь двигаться очень мощно. И мощность этого движения будет заключаться в той силе, которую ты будешь приносить. Знаешь, как есть масштабные вещи, да? А есть, может быть, если даже они не сильно масштабные, но они по весу. Очень сильные. Вот, знаешь, я вижу, есть картонная коробка, да? Вот она большая. Ну, и Бог за большие вещи тоже, если это хорошо. Но есть такой, знаешь, железный такой вот шарик. То это вот, Бог говорит, что ты не картонная коробка, ты вот этот шарик. Очень тяжелый. И я верю, что ты даже будешь видеть пророчество и говорить пророчество. Бесы будут тебя бояться. Ты будешь изгонять беса. И ты будешь видеть потрясающие чудеса исцеления своей жертвы. Я не знаю, где твоя мама, но она будет слушать Господа. Аминь. Слава Господу. А, Людмила, а что это, что это было? Либо хлопайте, либо не хлопайте. Как настроение? Нормально. Хорошо, классно быть с вами. Вот, люблю молодежь, особенно люблю сумскую молодежь. Я вот сегодня опять вспоминал, когда я первые разы... А как тебя зовут, Ломна Красная? Как? Андрей. Андрей? Андрей надо говорить. Андрей, Бог говорит, что ты не на полке. Ты не где-то сзади там у Бога. Бог. Ты у Бога в центре. Он любит тебя, и Он смотрит на тебя. И Он будет взращивать в тебе сильного человека. И ты будешь поддержкой для многих. Ты будешь опорой для многих. И ты будешь ходить. И твои шаги, они будут... Знаешь, я просто смеюсь сказать, это похоже на апостольские шаги. Я не говорю, что ты будешь апостолом, но это апостольские шаги, когда ты куда-то приходишь, где ты имеешь с кем-то дело, и фундамент начинает утверждаться в тех шагах, которые ты делаешь. Фактически ты куда-то становишься, и там проявляется фундамент. И это то, что Бог будет через тебя делать. Потому что Бог будет делать для тебя продвижение и прорыв. Аминь. Аминь. Это по двум причинам. Конечно же, то, что вот вы особенные, как сами по себе. Скажи, я особенный. Я особенный. Но поймите, за всю вечность у Бога не было такого человека, как ты, и никогда не будет. Ну, конечно же, ты особенный. И нужно думать о себе как об особенном. И когда ты думаешь, что ты особенный, тогда другие люди в твоих глазах тоже будут особенными. А они думают, все просто. Но вот из-за той благодати или того призвания, которое есть на молодежном служении в вашей церкви, вот я всегда ощущал эту особенность. Ну, и, конечно же, наверное, Бог как-то планировал, что я тоже буду прикасаться к сульской молодежи. Вот, и иногда к ней прикасаюсь. Поэтому это как-то отзывалось в моем сердце. Вот. Но есть что-то особенное на вас. И вот когда вы знаете, что Бог дал вам, и делаете это частью своего мышления, когда это начинается работать. Потому что Бог очень сильно помазывался. Понимаете вы это, не понимаете? Ваня, на моих собраниях никто не смотрит в телефон. Выходит. Окей? Вы сильные? Телефон сильнее или ты сильнее? Кто из вас мужик? Давайте откладываем. На моих собраниях никто не смотрит в телефон. Хорошо. Теперь смотрите. Ну, совсем уважение. Я знаю, что рука опять тянется, кнопку нахать. Я знаю, что это очень трудно, очень сложно. Знаешь, как я однажды смотрел Лигу Чемпионов? А для меня Лига Чемпионов это просто, это что-то. И Дух Святой пришел, и я чувствую, он хочет со мной разговаривать. И я думаю, Дух Святой, ты не мог прийти чуть позже? Вот именно во время Лиги Чемпиона. Пришел бы раньше, пришел бы позже, да? Нет, я понимаю, что меня надо выключить, потому что Дух Святой проявил себя. И я беру пульт и так, знаете, палец мой заживел, как будто... У вас бывает такое с телефоном? Понимаешь, что надо уже выходить. И так сложно. И я все-таки выключил. И мы провели с ним чудесное время. И я спрашиваю Дух Святой, зачем ты мне пришел? И он говорит, понимаешь, Болтан, если мы будем с тобой 23 часа общаться, если я попрошу тебя еще 5 минут. Я говорю, почему? Потому что мне так нравится с тобой общаться. И потом в какой-то момент я опять смотрел на Лигу Чемпионов, и чувствую, Дух Святой опять меня зовет общаться. И я уже быстро хватаю пульт. Я уже собрался выключить. Потому что, понимаете, то, что вы сделаете трудное для вас, потом вам будет это делать легче. Если вы не сделали это, потом будет еще тяжелее. Понимаете? Вот. Поэтому... А он говорит, мне надо не выключать. Я буду с тобой смотреть футбол. А вы знаете, мне нужно сразу же, что действительно может Дух Святой смотреть с собой футбол. Говорю, докажи мне, что это реально. И он мне говорит, ты когда брал ребенка и садил перед собой на колени, и ребенок смотрит мультик. Может быть, тебе мультик и не нужен был. Но все равно ты сидел, смотрел вместе с ребенком, потому что ты хотел просто в этот момент побыть вместе с ним. Я говорю, да, я со своими детьми так делаю. Вот. Говорю, то же самое с тобой. Но Дух Святой может смотреть футбол, и может с тобой посмотреть футбол. Я с ним обсуждаю футбольные матчи. На чемпионате Европы я пять матчей из шести услышал, кто выиграет. Я говорю, Дух Святой, кто выиграет? Говорю, Дух Святой, мне нравится эта форма. Дух Святой начинает рассказывать мне, почему Неймару и Суарес не дотягивают до уровня Месси? И он мне показывал это. И что нужно было бы сказать Неймару и Месси, чтобы они дотянулись до уровня, ой, Неймару и Суаресу? Он мне рассказывал стратегии, как нужно играть там. Почему? Дух Святой знает все. То есть, смотрите, но я говорю о чем-то настоящем. Я не говорю о том, что человек сейчас супердуховные шарики понадувает, и вот мне Дух Святой говорил, а на самом деле это был не Дух Святой. Но с другой стороны, он, понимаете, он простой, он нормальный. Дух Святой, он нормальный. Я обсуждаю с ним свое, потому что он говорит, о, Дух Святой, а я здесь живу, он говорит, а я знаю. Дух Святой, а мы там со школы бегали, там что-то. Ну, я вам не расскажу, что я ему рассказывал, теми занимался во время уроков. Вот, значит, кто-то другой человек был. Сейчас я другой. И мы просто с ним общаемся. И он говорит, я просто с тобой хочу посидеть и провести это время с тобой. Поэтому Дух Святой, он классный. Я говорю, он просто уникальный. Слава Господу. Поэтому сначала мне было тяжело выключить, а потом я понимаю, что все-таки его присутствие, оно дороже. И я понял, почему он проявился именно во время Лиги Чемпионов. Понимаете? Потому что он, не потому что он хотел заставить меня общаться с ним. Я говорю, Дух Святой, что значит общение с тобой? Бог даст вам продвижение в финансах. Если вы будете помнить, что это от Него, и воздавать Ему всю славу, тогда деньги будут умножаться. И если вы будете следовать за Духом Святым, деньги будут умножаться, говорит Господь. Смотрите. Я говорю, Дух Святой, а что такое общение с тобой? Он говорит, Богдан, это не так, как в армии. В армии человеку говорят, приди, и он приходит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пришел я, вот, здрасте. Говорит, нет, в общении не так. И он мне задает вопрос. И говорит, Богдан, если ты меня зовешь, чтобы я пришел, ты знаешь, что я приду? Редукси, то если бы я знал, что ты не придешь, то я вообще не жил. Но представьте себе на секунду. Говорите, Бог. Он говорит, а я не хочу тебя слушать. Ну, и на самом деле, это ужасно. Это даже страшно. Правда? Прикинь, ты говоришь, Бог, прийди, а он говорит, а я не хочу тебя видеть. У меня свои дела. Ты там был занят своими делами, когда я звал тебя. И я буду к тебе так относиться. О, Господи. Боже, упаси. И я говорю, Дух Святой, я знаю сто процентов, что если я тебя позову, ты придешь. Я в этом абсолютно уверен. И он говорит, я хочу быть уверен в том же, что когда я тебя позову, ты тоже придешь. Ага. Понимаете? Но это не говорит о том, что он будет сейчас постоянно, знаете, 24 часа в сутки ждать. Вообще. Нет, я не об этом хочу сказать. Но есть моменты, когда ты почувствуешь, что он зовет тебя. И есть несколько причин, почему он тебя позовет именно в тот момент, и скажет, тебе нужно будет что-то оставить. Ну, во время математики не уходи, конечно, не говори тому учителю, меня Дух зовет, я пошел, когда тебя позвали к доске. Нет, мы не об этом говорим. Я говорю, что есть несколько причин, почему он тебя позовет. Первое, потому что он слишком любит тебя. И он просто хочет обнять тебя. Второе, потому что он что-то делает с твоим сердцем, чтобы в итоге доверить тебе помазание. Чтобы доверить тебе силу Божию. Чтобы доверить тебе власть. Понимаете? Чтобы доверить тебе влияние, которое он будет совершать. Но если я в этом мало, не могу ему послушаться. Как же я могу потом воскрешать мертв, открывать слепым глаза, двигаться в финансах с ним. Что бы это ни было. Поэтому в этот момент, я когда мне нужно что-то оставить, а он говорит оставить, я умираю для себя. Это больно бывает. А потом, знаете, когда, к примеру, кто-то говорит, спаси эту вещь другому человеку. А я ее только купил. Но когда покупал, уже чувствовал, что не себе покупаю. И иногда он попросит что-то малое, а иногда попросит такое что-то дорогое. И потом, смотрите, я думаю, Дусик говорит, подари свой пиджак вот этому человеку. А я думаю, он мне сам нравится. Давай, может, другой какой-то? Не, 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 не. Он знает, что попросит. И смотрите, привет, присаживайся. И смотрите, что происходит. Это очень сильно. И потом, когда я начинаю размышлять, Дусик у меня что-то просит, а это же, например, это же тряпка. Ну, со мной с тобой. Но это же тряпка. И я думаю, а что там она так глубоко, в моем сердце, эта тряпка. Понимаете? И он начинает что-то вытаскивать из моего сердца. Но потом, когда я не принадлежу чему-то, а ему, тогда он мощно начинает использовать. Слава Господу. А, Дусик? Слава Господу. Поэтому Духом Святого чудесный. Кто из вас читал книгу Доброго утра Духом Святым? Прочитайте. Вам надо ее прочитать. Книга просто бомбезная. И общайтесь с Духом Святым. Потому что он знает все. Он знает, как тебе, от твоей мечты перейти к воплощению твоей мечты. Он знает, где твои деньги, где твоя победа, где твой успех, как иметь счастливый брак, как добиваться успеха, как продвигаться туда, куда другие не могут. Он знает все. Он самый умный, он самый мудрый, и он хочет вести тебя. Слава Господу. Аллилуйя. Очень важно познакомиться с ним. Если Иисус не мог без Духа Святого, и мы с вами не сможем без Духа Святого. Дух Святого удивительная вещь. У него есть чувства, у него есть ноги, у него есть руки, у него есть уста, у него есть глаза. Хотите знать, какой Дух Святой? Смотрите на Иисуса. Дух Святой, это не просто какое-то облако, пар, энергия, что-то магичное. Нет, он личность. Иисус сказал, он придет, значит, с ноги, будет говорить, значит, есть уста. Какая мысль у Духа Святого? Когда я изучаю Библию о Духе Святом, я уже нашел около 130 качеств, принадлежащих Святому Духу. Приблизительно 130. Не Иисусу, но Духу Святому. Если вы хотите знать успех служения Иисуса и жизни Иисуса, это Дух Святой. Потому что без Духа Святого Иисус ничего не делал. Если вы хотите знать, почему Иисус был сохранен от греха, не потому, что он не мог решить. Потому что дьявол бы не искушал его. Это то, с чем вы начнете сталкиваться уже, вы молодежь, вы уже начнете с этим сталкиваться. Вы начинаете видеть, что ваше тело и ваши мысли иногда о грехе думают. И ваше плоти, она думает о грехе. Я знаю, все это переживают. Но как не согрешить? И только один ответ, это Дух Святой. Только Он может дать тебе силу противостоять греху. Потому что грех, он разрушает. И когда ты наполнен Духом Святым, когда ты знаешь, как общаться с Ним, чтобы Он прикоснулся к тебе, и Он передает твою силу себе, тогда ты сможешь сказать, греху нет. Без Духа Святого не получится. Понимаете? Ты же знаешь себя, такой, какой ты один. Ты знаешь себя. Другие не знают себя. Ты знаешь себя. Но Дух Святой никогда не судит нас за ошибки, за борьбу, но Он приходит, чтобы помочь с вами. У Него великая сила. Сегодня Дух Святой по всей планете воскрешает в нем, исцеляет больных, делает пробуждение. Каждый из вас хочет быть успешным человеком. Я знаю. Парни хотят быть успешными. Ты чувствуешь, что он потенциал. Ты чувствуешь, что есть что-то большее. Ты видишь пример других людей, которые чему-то добиваются. И когда ты видишь, это или потеря, или книга, или какой-то известный человек, что-то внутри тебя происходит. Ты понимаешь? Я бы тоже хотел это. И ты понимаешь, что ты не можешь это, потому что ты знаешь свою ограниченность. Ты знаешь, что есть недостаток ресурса, есть недостаток знаний, есть недостаток связи. Ты понимаешь, что тебя не протолкнет никто никуда. Но, потому что люди думают, вот если бы у меня были связи, тогда бы у меня что-то получилось. И да, и нет. Потому что, понимаете, можно, если какие-то, допустим, мой знакомый сейчас поставит меня директором банка, дал, меня продвинул. Но на послезавтра этот банк окажется в долгах, потому что я вообще не знаю, как управлять банковской системой. Продвинуть это одно, а жить. Или выпусти меня сейчас на поле вместе с Барселоной. Но это минимум 10-0, они проекрают. потому что, видите, важно не только попасть туда, можно же еще и знать, что делать со всем этим. Поэтому, но Дух Святой, Он может тебя двинуть туда, где ты даже, даже в мыслях своих не был, что ты можешь там оказаться. Вы будете смеяться, но для меня оказаться на сунской молодежке, это была очень большая мечта моя. Я очень хотел проповедовать на сунской молодежке. Но я понимал, что я не могу попасть сюда. Мы вчера гуляли по сотне с Ирой и Сергеем Голован. И я им показывал ту лавочку, на которой я в 2001 году приезжал, садился напротив офиса церкви, старую офиску. Знаете, да? Возле памятника. Не-не-не, там, где офис, там напротив лавочки есть, прямо на сотне. И я сидел, мог час просидеть, два просидеть и ждать пастора Романа, чтобы с ним познакомиться, чтобы пожать ему руку. И когда я знал о вашем молодежке я даже не мечтал, что я буду проповедовать. Я понимал, что я говорю, а сейчас я проповедую. Но может быть, для вас это не что? Но это была тогда моя мечта. Дух Святой знает, как тебя привезти куда-то, где ты не можешь оказаться или где другие не окажутся. Дух Святой сегодня привел меня к тому, к той сфере, что слепые прозревают, глухие слышат, части тела у людей появляются. Как можно оказаться в таком Дух Святой? Разве это не более сверхъестественно, чем оказаться в офисе Apple? Скажите, по-моему, легче оказаться в офисе Apple, чем когда у человека слепые глаза открываются. Разве это не более сверхъестественно? Скажите. Конечно же, сверхъестественно. Дух знает, как тебя привезти туда, куда ты хочешь попасть. Только Он тебя приведет туда, о чем ты даже не мечтал и обеспечит все. Аллилуйя. Я вам, девчонки, говорю, что не выходите замуж, не посоветовавшись с Духом Святым. Потому что Он придет и Он будет разыгрывать перед вами колени, и на тебе чашечку кофе, ну, кто-то парень. И Он захочет тебе понравиться. А Дух Святой скажет, «Не-не-не, это не Он. Это не Он. Я тебе подскажу, где твой». Потому что Дух Святой все знает. Аминь? Вот. Поэтому всегда советуйтесь с Ним. И Он вам подскажет. Конечно же, Он должен вам понравиться, там, все эти вещи. Но эмоции, молодые люди часто воспринимают любовь за эмоции. И эмоции за любовь. Но в любви есть эмоции. Но эмоции это вторично, а не первично. на любви. Поэтому, а Дух Святой, потому что эмоции это ваша душа, это вот здесь вот. Эмоции вот здесь вот. Поэтому, когда вам кто-то понравился, ваши эмоции сразу же начинают. Я же помню, как я, помню, встречался с одной девочкой и уже на следующий день готов был жениться на ней. Потому что эмоции настолько меня захватили, что мне казалось, все, это аммм. Значит, там беру около лет. В третьем классе или еще. Или чуть старше. А Дух Святой он даст подсказку. Он знает все. Почему бы с ним не посоветоваться, да? И поэтому ты учишься слышать его голос. И он тогда начнет тебя вести. И он тебя сохранит. И он даст тебе абсолютный успех. Абсолютный успех. Если ты научишься следовать за Духом. Но это не моя проповедь. Я хочу проповедовать о другом. Но поймите, Библия говорит, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Никто. Что мы знаем о Боге? Мы знаем, что Бог вечный. Он никогда не начинался. И он никогда не закончится. Когда я думаю об этом больше двух минут, у меня мозги начинают кипеть. А еще больше начинают кипеть мозги, когда я думаю, что я буду жить вечно. Всегда. Ты будешь жить всегда. Начинают мозги кипеть. Но мне лучше об этом не думать. Мой разум не может этого вместить. И поймите, Бог никогда не начинался. Он всегда был. И нельзя сказать вот весь Бог. Потому что это неправильно применять Богу. Весь Бог. Если есть, значит есть начало и конец. А Бог, Он без границ. Так вот Дух Святой, Он знает Бога всего. От начала до конца, у которого нет ни начала, ни конца. Сложно понять? Или сильный? Это сильный. Это сильный. Потому что, смотри, первое, по-второй главе написано, Дух Святой все проницает и глубины Божьей. И Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Вы сейчас понимаете Библию? Скажите. А вы знаете, почему вы ее понимаете? Потому что Дух Святой вам ее открывает. Если бы Дух Святого не было с вами, вы бы ничего не поняли из Библии. Даже ни одного местописания вы не поняли. Я же помню, когда, я не знаю, раскатывался или нет, когда я был в тюрьме, и мне подарили Библию, и мы сели с пацанами, решили открыть Библию. Все это за книга такая интересная. И мы открыли на том месте, где написано народ мой будет 400 лет в рабстве. Девчонки, 400 лет в рабстве. Это Бог продавал пророчество Аврааму о том, что народ Израиля однажды будет в египетском рабстве. Понимаете, да, помните? Но мы открыли, и там написано народ мой будет 400 лет в рабстве. И мы все думаем, о чем же идет речь? И один такой через минуту говорил, точно. Это же Киевская Русь было 400 лет в рабстве у Монгола-Татана. Вот такое наше понимание было. И потом мы начали искать Михаила Горбачева в Библии. И про Чернобыль думали, что там что-то написано. Нам кто-то сказал, что про Чернобыль и про Михаила Меченова что-то написано. Вот это понимание Библии без Духа Святого. Но когда Духа приходит, начинает открывать Иисуса, начинает понимать Писание. Это все работа Святого Духа. И вам скажу, что Духа очень сильный. И очень дружелюбный. Ты можешь делиться с Ним своими секретами. Не так много людей, с кем ты можешь поделиться своими секретами и кто о чем ты думаешь. Не так много людей. А есть что-то, что ты вообще не можешь ни с кем поделиться, а тебе хочется. Потому что ты хочешь выговариваться. Иди к Святому Духу и разговаривай с ним. Потому что Он Личность. Он Друг. Я с ним общаюсь как с другом. Я разговариваю с ним обо всем. Привет, как дела, Духсик? Духсик, ты пошли погулять. Что у тебя на сердце сегодня, Духсик? О чем ты думаешь? Как думаешь, что мне лучше, вот это или вот это? Ты развиваешь с ним отношения, дружбы. И он становится для тебя реальной величностью. Слава Господу. Которая наполняет твою жизнь. Это так здорово. Это так сильно. Слава Господу. Аллилуйя. Хорошо. Я хочу несколько минут вот о чем с вами говорить. Я хочу поговорить с вами о вашем Боге, в Которого вы верите и Который делает большие чудеса. Вы верите, что Бог делает чудеса? Если бы Бог не делал чудеса, ну зачем вам такой Бог? Почему? Потому что чудеса, что такое чудеса? Чудеса это что-то выходящее за рамки возможного. Что-то выходящее за рамки твоих способностей, возможностей, природных каких-то моментов. И мы немножко поговорим об этом. Но поймите, друзья, рано или поздно вы придете к выводу, что вам нужны чудеса. Потому что вы ограничены. И я ограничен. Я знаю. Если бы я не был чем-то ограничен, я бы уже давно был в моей мечте. Я бы уже давно мечтал иметь то, что я хочу иметь. Я бы уже давно делал то, что я хотел бы делать. Я бы уже давно поехал туда, куда я хотел бы поехать. Но я не могу. Почему? Есть ограничения. Но жизнь с Богом, она почему классная? Что ты начинаешь дружить с тем, для кого нет ограничений. Представьте себе такую ситуацию. Если вы когда-нибудь летали на самолете и будете летать, вы должны знать, что в воздушное пространство другой страны ты не можешь просто так попасть. Тебе должно дать разрешение этому самолету на то, чтобы этот лайнер летел над территорией этой страны. Но теперь смотрите, вы не можете попасть в эту страну. Но к вам приезжает президент Америки, допустим, и у него есть самолет президентский борт номер один он называется. Я говорю, слушай, полетели там куда-нибудь, куда хочешь? Хорошо. Куда вы хотите полететь? Испания, Италия, Рим, слышу, внутри. Куда еще хотите? Вы никуда не хотите? Хотим. Кому я буду пропасть? Ты куда хочешь? В ЮАР. Вот в ЮАР. Все, к сестре сидим. Вы никуда не хотите. Вы наверное хотите на маршрутке все время ехать. Куда туда? Не, я шучу. И вот, и смотрите, она садится в его самолет, а этому самолету год номер один американского президента дают пролететь везде. Любая страна захочет, чтобы президент Соединенных Штатов приземлился именно в их стране. Понимаете? Теперь ее возможности были перекрыты его возможностями. если это может делать президент Америки подумать о Иисусе. Чудеса очень часто выглядят, будто бы это произошло естественным способом, но для вас это было чудо, потому что вы не могли это сделать. Слава за человеком, у которого не было ноги, и она выросла мгновенно. Он рассказал историю, когда был в Молдавии, и там был один человек, у которого не было глазных яблок. То есть вообще он не просто был слепой, у него не было глазных яблок. И он послал этого человека, потому что Бог сказал, что еще часть сделает чудо. Он послал этого слепого, и послал своего помощника, был молодой парень, его помощник из Америки. И он говорит этому парню, говорит, Бог сейчас даст ему глаза. И этот парень молодой, вау, вау, лаллуйя, классно, я стану свидетелем такого чуда. Он говорит, но Бог дал мне стратегию, нужно, чтобы ты взял, Бог не сказал, чтобы ты взял свои два указательных пальца, и засунул слепому туда прямо глазные эти да-да-да-да, да-да-да, даже коммерция. И говорит, и когда ты вытащишь свои пальцы, у него появятся глаза. И тогда этот молодой человек говорит, я не буду засовывать ему пальцы. Помните, люди сидят. Это не просто, это свидетельство из этого. То есть люди видели все это. Он говорит, я не буду это делать. Пророк говорит, Бог так сказал, я не буду засовывать ему пальцы. А этот слепой, а еще переводчик стоит, переводит в зал, он слышит, о чем идет речь, нащупал пальцы этого молодого парня и сам туда их себе вступил. И когда он вытащил, у него появились глазные яблоки, и он начал видеть. Вы понимаете, о чем мы говорим? Вау! Слава Господу! Он рассказывал, мне, молился за человеку, у которого не было руки, и она появилась. Я уже недавно молился за человека, я даже не знал, что он нуждается в этом чуде, я просто молился в общем, в зал. Ему не молятся сегодня чудеса? Вы хотите чудеса? И он вышел свидетельствовать, и эту историю знал пастор этой церкви. Когда он упал, у него кусок локтя под кожей отвалился от общей части локтя. И просто болтался там. И он иногда брал, знаете, с кожей вот этот кусок. Он там болтался. И пастор ему тоже это делал. И потому что он молился за его, он знал это. И когда я молился, Бог присоединил ему эту кость локтя и сделал заново однородной часть вместе с локтем. Вот о чем мы говорили. Слава Господу. Аллилуйя! Я не знаю, здесь я сказал это или нет. Когда я пророчествовал недавно одному человеку в одной стране, что Бог ему даст деньги купить квартиру. Нет, я сказал так, что Бог даст тебе квартиру, ты сможешь купить себе квартиру. Чего я не знал, что у него не было работы и у него не было денег вообще. и через несколько дней он пошел на мусор выбрасывать мусор и нашел там 68 тысяч долларов. Я уже два раза заклядывал мусор, когда выбрасывал мусор. Там секретно скажи. Но ему Дух Святой сказал, а теперь смотрите, друзья, а если бы он не слышал голос Святого Духа, его чудо прошло бы мимо него. Понимаете? Поэтому а Дух Святой знал, что кто-то выбросил эти деньги. И Дух Святой знал, что сказать через меня и знал всю эту ситуацию наперед. И поэтому начал знаете, посмотрите на это. Когда Дух Святой вам что-то будет говорить, знайте, что он просто уже знает, что в будущем и он вас туда хочет подвезти. Вот почему хорошо чуть слушай. Ты можешь не знать почему я должен это делать. Это как с навигатором. Ты включаешь навигатор и доверяешь навигатору. Я когда еду через Ромны из Киева я всегда еду по навигатору. Я не знаю дорогу, но я доверяю этой картинке. И она ведет меня туда, куда нужно. Когда самолеты летают, знаете, что эти летчики, они же не видят ту страну, которую они летят. Но они доверяют спутнику, который показывает им на экране, куда держать направление. И есть авиодиспетчер, который сообщает на какой высоте лететь, чтобы не столкнуться с другим самолетом, каким воздушным коридором воспользоваться. И он не видит этого авиодиспетчера, но он доверяет. И он его ведет. То же самое с может быть я не вижу Бог святой, но я доверяю, потому что когда я знаю его, я правильно отношусь к сказанному. А он знает, что меня ждет в будущем, и он может меня приготовить. И каждый раз, когда я нарушал его поручение, я страдал. Я просто страдал. У меня были большие проблемы, когда я не слушался его. И у меня были большие победы, когда я слушался его. Слава Господу. Он знает все. Теперь твой Бог, он делает большие чувства. Я помню, у меня компьютер, Windows полетел на компьютере, и те, кто разбирается в компьютерах, вы знаете, что Windows, это когда летит Windows, это серьезно. И я приехал к моему другу, пастору, и он сидел там полночи ковырялся с ним, или полдня, я не помню точно, в какое время суток было, и он говорит, ну все, тебе уже ничего не поможет. И потом, я говорю, слушай, давай помолимся. И два пастора вспомнили, наконец, уже надо помолиться. И он полез за компьютер, Windows мгновенно восстановился, и все стало хорошо. Вот о чем мы говорим. Потому что мы говорим о реальных чудесах. Друзья, чудеса, это не значит, что не надо работать, и не надо учиться. Мы не об этом говорим. Но мы говорим о том, что Бог все-таки является Богом чудес. Он море расширил, и Израиль прошел. Когда вы читаете все эти чудеса, которые были в пустыне, поймите, он кормил 40 лет народ Божий в пустыне, они просыпались, мама была, вода, реки из скалы текли. Сколько нужно воды, чтобы каждый день поить 10 миллионов человек? Второй нужно помыться, третий им нужно напоить животных, а животных там были десятки, десятки миллионов животных с ними, которым тоже надо что-то есть, и все эти реки вытекают из скалы. Подумайте об этих чудесах. У них была самая модная одежда, самая качественная 40 лет это круче, кучи, это круче, чем Доджи Габана. Почему? Потому что эти вещи все равно вынашиваются. А там 40 лет они носят. То есть реально были чудеса. Я вам про куфли рассказывал. Я уже забыл где-то рассказывал. Я помню не о куфле были. Нет, я вам рассказывал. Которые скрипели постоянно. Я запретил им скрипеть, я не крестил. скрипели. Слава Господу. Бог делает чудеса. Однажды мы с женой мертвую девочку воскресили. Нам нужны чудеса воскрешения мертвого. Вы даже друзья не представляете сколько миллионов детей маленьких. Когда ребенку один день. Понимаете один день? Два дня. Пол годика. Три месяца. А дьявол убивает. нам нужно воскрешать мертвого детей. И Бог чудеса. Он хочет это делать. И мы будем это делать. Я помню, пришел в морг. А я бываю в моргах. Потому что зовут молиться воскрешение мертвого. Ну и мы молимся с другом. Молимся за человека, за которого пришли помолиться. И пока он молится, я решил пойти чуть-чуть дальше. Там коридор был. И я понимаю, что там еще лежат мертвые. И я таким ромким ромким голосом. Это не было так как на сцене. Знаете, на сцене смелый такой. А там мертвые. Я говорю, мертвые, вставайте. И я представляю, что они сейчас все встанут, они без одежды и начнут выходить откуда. И я как представил, и я убежал оттуда. Мне страшно стало. А мы будем это делать. Аминь. Мы будем мы вернем детей их родителям. Что требуют чудеса? Чудеса требуют, чтобы не быть эгоистом. Чудеса, которые для тебя, Бог сделает для тебя, потому что Он любит тебя. Но если ты хочешь, чтобы были чудеса и через тебя, тебе нужно проспираться к людям. Я помню, мне очень сильно хотелось купить одной сестричке молодой мобильный телефон. У него такой телефон был, что, не знаю, Владимир Ленин им пользовался. Ну, просто так. То есть, такими телефонами нельзя было пользоваться. Не, ну, можно, но все равно у меня не было денег на него, а я хотел ему айфон купить. И тогда 5С еще были, ну, еще семерок не было. То есть, шестерка уже была, но я не знаю, почему я не растянул нерву до шестерки, но я начал верить Богу, что я могу купить ей 5С новый. У меня был мой 5С. И я ей написал, я тебе сей телефон свой. Она была так счастлива, но он был лучшим. А я буду подумал, нет, нет, я не так хочу. Я хочу купить ей новый телефон. Я буду верить Богу. И поймите, я начал верить Богу, в телефон у меня не было денег на него, но у меня была вера. И желание увидеть чудо и стать проводником чудом. И Бог дал мне этот телефон, я купил новый телефон, я просеял ему новый телефон. Бог делает чудеса. Я многим людям пророчествовал, что у них будут телефоны, Бог давал ему телефоны, и семерки давал, и Бог делает чудеса. Наверное, это куча телефон себе новый. Да. Я тоже в десятку сейчас верю. Я верю Богу в десятку. Знаете, есть один проповедник, он миллионер, у него действительно денег очень много, но вы знаете, он никогда не покупает себе костюмы за деньги. Он верит Богу, что Бог даст ему сверхъестественные костюмы. И его спрашивают, почему ты так делаешь? Ты можешь за деньги пойти себе сто костюмов купить. Он говорит, это то, что я могу сделать, а я хочу поверье получить. И он верит Богу, и кто-то приходит и благословляет двое этим костюмом. То есть он не уповает на людей, он ключей чудеса, как жить с Богом, который делает чудеса. Я скажу так, что Бог может дать тебе такую работу, о которой ты мечтаешь. Только это будет еще ключ. Ты думаешь, что ты мечтаешь о хорошей работе? Ты еще не мечтаешь о хорошей работе. Ты думаешь, что это предел. А когда тебе Бог покажет, какую работу Он хочет дать тебе, ты поймешь, туда никто не попадает, а ты попадешь. Это возможно. Знаете, когда-то у меня была такая мечта попасть в одно место работы. Но проблема была вот в чем. И вы не поймите меня неправильно, когда я скажу. У меня не было знаний. Я не приобрел ни одной профессии. Потому что вся моя жизнь. 5 лет закурил, 13 выпил, 15 убежал из дому, наркотики и тюрьма. И вся такая развитель качеств. Со школы отправили, училища выгнали. Потому что я туда не ходил. В общем, вырос абсолютно ноль. И тут я приел Иисуса в свое сердце, начал узнавать Иисуса, и мне говорят, Бог может дать тебе любую работу. А я думаю, а кто меня вообще возьмет на работу? Я же ничего не знаю. Поверь друзья, если вы хотите, чтобы вас позвали, вам нужно развивать свои таланты, свои дары, свои способности. Тогда вас позову. Развивайте качественно. Понимаете, как бы Мир не любил, многие не любят Криштиану Роналду. Но он, знаете, я его сначала не мог переваривать его выпендрёши после забитого кола. Но когда я почитал о нем, вот может быть Реал Киев приедет. Я молюсь за Бюлент. Вот тысячи евро. Тысячи евро сейчас билет Я раз и ду потемн Так приезжай на канал. Смотрите, но Криштиану Роналду он тренируется больше всех в реале. Когда тренировка закончилась, он остаётся на два часа и ещё тренируется. Он же не просто так голы забивает или Месси или кто раз развивается халант но смотрите у меня не было халан потому что сегодня есть люди которые получили много знаний в институтах училище но они не могут применить свои знания никуда и вы знаете что такое бывает люди учатся пять лет но они потом не знают что им делать с этими знаниями у меня была мечта вы спросите пока а где ты мечтал работать я вам скажу что я мечтал работать парни парни я мечтал работать это была моя мечта я знал что меня туда никогда не позовут это офис церкви я так мечтал работать в офисе церкви я так мечтал чтобы с утра до вечера быть занятым служением я не думал о зарплате вообще но это прикольно когда ты служишь и чуть 5 дней за это платят и я знал что туда просто невозможно попасть но Бог сделал это для меня и меня взяли работать в офис пометить для меня попасть работать в офис это то же самое что вот где ты мечтаешь оказаться вот самая сумасшедшая мечта где ты действительно может быть ты хочешь свой салон иметь где там это все делают для женщин как он называется салон красоты может 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 кто-то из вас мечтает быть таким художником что ваши картины будут стоить десятки сотни тысяч долларов я просто сейчас думаю может быть кто-то мечтает быть скребачом и собирать стадион как делают другие скребачи поймите или может быть кто-то из вас мечтает сделать какую-то деталь придумать которой пользоваться будет весь мир помните сегодня есть детали возьмите спина но поймите человек который придумал ему уже работать больше не надо потому что когда десятки миллионов людей покупают его а ему за патент все это идет поймите одно изделие может оно стоит 2-3 доллара но когда их покупают десятки миллионов людей человеку уже не надо работать а когда эта деталь сделана ты говоришь окей я мог бы такое придумать как бы да только после того как ты это увидел так вот Бог хочет давать эти идеи но Бог чудесным образом помог мне оказаться на моей работе Бог и для тебя хочет это чудо сделать может быть кто-то из вас мечтает за границей учиться если это Божий план Бог сделает это для тебя а как Он это сделает я не знаю я знаю кто чудеса послушайте хотите чудеса чудеса они требуют того чтобы ты отключал свой разум что касается чудов теперь когда Бог дал нам свою чудотворную силу Он не отнял у нас мозги мозгами пользоваться надо но мозгами ты знаешь где использовать ментальную силу но ты понимаешь где тебе нужна чудотворная сила просто чтобы Бог Он каким-то образом тебе помог это сделать аллилуйя потому что чудеса Божьи они всегда противоречат логике посмотрите в Библию там есть хоть одно логичное чудо там начинай обходить стены эрихонов вот стратегия военная прикинь армия солдат ходят и поют отдают что мы сегодня пели себя тебе милости и те сверху смотрели что это за армия а нас пугали израильская армия идет они не копят не бросают а у Бога стратегия ходите пойте песни и когда они семь раз обошли стены эрихонов я видел эрихон там нет этих стен я проезжал там нет этих стен чудеса такие чудеса в Библии Петр запрасывай сети у Петра бизнес не шел он занимался рыболовецким бизнесом он говорит мы трудились трудились мы ничего не поймали тут Иисус приходит и рыба чудотворным образом начинает плыть к сетям Петра ты можешь иметь такой бизнес никому клиенту не поймут к тебе пойдут если ты знаешь у меня есть знакомые они живут в Симферополе когда был кризис в 2008 году я не знаю наверное слишком маленький вы знаете что кризис был в 2008 году недвижимость извините в общем скажу так они попали в долг 800 тысяч долларов это не маленькие деньги это большие деньги но они продолжали доверять Господу что Бог выведет их из этого долга и поймите когда был этот кризис в агентство недвижимости люди не обращались особо никто не хотел продавать недвижимость и покупать ее потому что те кто не покупали потому что хотели валюту сохранить а те кто продавать хотели не хотят ее продавать потому что если квартира стоила 100 тысяч сейчас она стоит 30 и никто не хотел продавать было очень сложно а они занимаются агентством недвижимости но к ним люди постоянно шли 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 и они за 2 года выплатили этот долг 800 тысяч долларов во время кризиса и тогда директора других агентств они приезжали к ним в офис и говорили мы не понимаем что вы делаете никому в городе люди не идут с тела нет а к вам постоянно идут люди это и есть чудеса Господи понимаете но смотрите чудо рыба не запрыгнула сама в лодку Петра чудо не отменяет труд но чудо поможет тебе чтобы твой труд был радостным легким и удовлетворяющим и результативным вы поняли поэтому когда я смотрю на свою жизнь я смотрю на нее через призму я тебе расскажу одну чудоформную историю у меня есть дуб и когда в 2012 году был финал чемпионата Европы в Украине он в Киеве знаешь чемпионат Европы ну конечно же знаешь испанцы же выбирают хорошо его сын за день вот завтра финал а ты должен помнить что билеты на чемпионат мира о Европу финал или же виде чемпионов продает УЕФА не украинцы продают УЕФА продают а спрос на эти билеты очень большой там за годы уже все рассудили и его сын приходит и он говорит папа так что может уже идем завтра на футбол и он стоит такой думает что ему ответили ну как это пойти на футбол а где билеты взять где деньги взять где билеты взять а там цены на финал еще побольше чем Европы чем на лету чемпионов и он хотел ему сказать у меня нет билетов и Бог ему говорит не говори скажи иди но поверьте это Бог потому что сказать-то легко а дать ответ за свои слова это совсем другое хотите чтобы к вам серьезно относились отвечайте за свои слова поэтому не спешите говорить хорошо я говорю завтра идем он говорит все папа спасибо я пошел и он такой стоит думает и тут ему вечером звонит его друг говорит слушай я завтра с сыном хотел идти на финал чемпионата Европы по футболу ну мы что-то передумали идти хочешь я тебе подарю два билета понимаешь чудеса и они пошли на футбол все возможно с Богом все возможно хочешь красить ногти каким-то особым лаком все возможно хочешь духи все возможно знаете как я покупаю себе вещи и туалетную воду и машина знаете как это все приходило я прихожу в магазин говорю Бог я одеваюсь в этом магазине по имени Иисуса я проезжал мимо автосалона я выезжаю с автосалона на новой машине я захожу в дорогие магазины а денег нет ну я верю Господу а если я верю что Бог делает чудеса когда мне куда нужно идти ну не надо так одел пиджак и говоришь на кассе Бог оплатит не побил тебя несколько лет назад я с Валерией с дочерью пошел в магазин и мы зашли я говорю Валерия пошли тренировать пену и мы зашли в магазин обувный фирма Балдини и там обувь от 6 тысяч 8 10 12 ну такая не слабая обувь и я взял одни туфли они мне очень понравились они были из питона и они были покрашены в черный цвет но кожа была питон и там короче из питона они очень дорого стоят я так смакриваю с делами видом надо деловой вид когда заходите в дорогой магазин всегда сделайте эту легкость как будто бы для вас не переживайте и расспрашивайте про эту вещь потом скажете ну хорошо я подумаю я говорю во имя Иисуса я одеваюсь в такую обувь и мы вышли через неделю звонит мне друг говорит приезжай ко мне я хочу тебе подарок сделать я к нему приехал он говорит я был бы там и я купил себе одну пару обуви говорит у меня 45 размер он действительно высокий большой парень говорит я померил мне все подходит я купил приезжаю в Украину в Киев я их одеваю а они 43 размера говорит я не понял как это произошло ну логически я подозреваю наверное перепутали когда что какую-то коробку ну короче они 43 размера она говорит я хочу тебе их подарить он достает коробку это балденение из кожи питома я неделю такие назад исповеду просто я убираю из своего разума вопрос как как тебя зовут Андрей вопрос как убьет чудо вопрос как смотрите вот смотрите где нужно отвечать на вопрос потому что он никуда не уходит ангел приходит к Марии к Елисавете которая родила крестителя и говорит ты родишь нет к Закарии к Закарии приходит к отцу крестителя там креститель родил он не поверил он говорит как это будет и ангел говорит за этот вопрос прочитайте не будешь говорить 9 месяцев теперь приходит ангел к Марии а Елисавета и Закария они могли иметь детей а он приходит к Марии тот же ангел И говорит, ты зачнешь врачеве без мужа. И вот здесь Мария говорит, как это будет, я мужа не знаю. Он говорит, Дух Ситой сойдет на тебя, зачнет тебе здесь. Знаете, как Мария зачела? Это вам так, просто для информации. Это не были половые отношения между Духом Сертвым и Марией. Потому что есть некоторые люди, которые даже такое не боятся говорить. Нет, это вот как было. Ангел сказал слово Марии. Мария поверила в сердце своем. Говорит, да будет не по слову твоему. А Дух Святой взял это слово и материализовал его в мужское семя. То есть просто слово превратил в семя. Потому что написано, слово стало плотью. И вот уже оно стало мужским семенем, это слово. И тогда произошло зачатие. Это вам так, для информации. Теперь смотри, когда Захарий спросил, как? Ангел. А когда Мария, сказав, спросила, как? Все хорошо. В чем разница? Потому что Мария спрашивала, как? Из-за мудрости. А он спрашивал из-за сомнений. Поэтому если мне, к примеру, нужно научиться играть. Я люблю играть в бильярд. И я спрашиваю у человека, который хорошо играет. Я говорю, как здесь правильно нанести удар? Это мудрость. Или как сделать в этой профессии что-то? Это мудрость. Как работает на компьютере? Это мудрость. Это нормально. Но когда Бог говорит вам во что-то верь и не говорит вам, как это произойдет, лучше не думайте о том, как. А как я получу мое исцеление? А как мои родные и близкие спасутся? А как Бог это сделает? Если Бог тебе дает инструкции, тогда ты послушаешься. Но чудеса, они действуют тогда, когда я убираю их. Я не понимаю, как это происходит. Но я знаю, кто это делает. И когда я знаю, кто, мне уже не важно. Я знаю, что они сделают. Слава Богу. Вы хотите чудес? Да. Я очень хочу чудеса. Я, знаете, одно из моих любимых чудес, это когда больные дети исцедаются. Это когда больные раком исцедаются. Когда ты похожи человеку, который умирает. Ты говоришь, рак, уйди от этого человека. И он будет исчезать. О, Господи. Я вам открою душу свою. Знаешь, какую я награду Господа прошу? Я прошу Господа вот такую награду. Я говорю, Господи, я хочу смотреть в глаза родителей. Или так лучше, видеть глаза родителей в тот момент, когда их ребенок получает исцеление от неизлечимой болезни. Вы не родители, вы еще не знаете, что это. Кто здесь родители? Наташа, вы, да? Вы не знаете, как смотрят родители на детей. Я всегда подглядываю. Допустим, они держат своих детей. А я смотрю в их глаза со стороны. Вы даже не представляете, сколько во взгляде родителей на своих детей. Там столько всего. Понимаете? Столько. И когда ты смотришь на родителей. Вот есть мальчик, да? Я вам рассказывал, по-моему. У нас в церкви. Ему было пять месяцев. Он умирал пять раз. За пять месяцев он пять раз умирал. И его возвращали в жизнь. И потом я был у него в реанимации. И я молился за него. И он исцелился. И он классный какой. Знаете, мы называем его переходящий вывел. Его в церкви все на руках носят. И у всех люди такой видны. Но каждый раз, когда мы с ним поклоняемся, и его родители держат его на руках, а я вот так, знаете, и я смотрю в его глаза. О, Господи, это дорогой восторг. И ты приносишь эту чудотворную силу людям. И они освобождаются от болезни. Уходят от лечения. Уходят от лечения.